С праздником, дорогие зрители православного канала «Экзегет». Поздравляем вас с совершившимся Рождеством Честного Пророка Претечи и Крестителя Господня Иоанна. А мы с вами сегодня продолжим нашу беседу о том месте, где это произошло, согласно многовековой традиции Иерусалимской Церкви. И называется это место, как вы уже говорили, «Энкарм». Мы с вами в прошлой нашей беседе говорили о Рождестве Иоанна Претечи и о монастыре, посвященном этому событию, который носит название монастыря на Претечи Ба-Арим, то есть в горах. Но это далеко не единственное из примечательных и святых мест, расположенных в пределах этого небольшого поселочка, буквально в три тысячи человек, каким является современный Энкарм. Для такого небольшого поселка он необыкновенно богат храмами и монастырями различных христианских общин. Достаточно сказать, что здесь находятся две православные общины, одна из которых принадлежит русской православной церкви, и это знаменитый Горлинский монастырь, или Горний, или Горняя, как иногда еще его называют нашей русской духовной миссии. А другой небольшой монастырь в честь Иоанна Претечи расположен среди улиц самого поселка Энкарм и принадлежит греческому Иерусалимскому патриархату. Однако, конечно, это место, как правило, малоизвестно и редко посещается православными паломниками. Мы о нем тоже скажем буквально хотя бы несколько слов. Ну, другим таким наиболее приметным местом, которое посещают здесь паломники и католические, и православные, является монастырь посещения Телавид Визитациони. Монастырь, расположенный буквально чуть ниже по склону, чем наш Горнинский монастырь, который занимает самую верхнюю часть той горы, то того горного хребта, который назывался Горой Керем, Горой Виноградников. Ну, видимо, благодаря тому, что когда-то в древности все его склоны покрывали виноградники и сады. Это одно из самых приметных мест Энкарм, однако тоже далеко не единственное. Таким, наверное, центральным местом, которое посещают паломники, если они приезжают не в Горний монастырь, в который существует отдельный въезд, а именно в центр поселения Энкарм, то первое, что они встречают на своем пути, как правило, это именно тот самый источник, который и дал название самому этому селению. Как мы говорили, вода сюда поступает в такие каменные чаши по 30-метровому туннелю, который был вырублен в скалах еще в те времена, когда здесь жили язычники хананеи, и снабжали свое поселение водой из источника, расположенного где-то в толще горных пород или горных ущельей, и для удобства жителей они провели его вот таким достаточно сложным для того времени инженерным сооружением, вот таким длинным каменным туннелем. Сейчас паломники, как правило, приходят для того, чтобы умыться в этом источнике, который с древности, по крайней мере, тех пор, как место это оказалось почитаемо христианами, носят название источника Святой Девы Марии. Многочисленные предания содержат очень такую богатую, красочную картину того, каким образом этот источник связан с Престой Богородицей, начиная от прото-евангелия Иакова, Евангелия детства и до свидетельств паломников уже самых близких к нам времен. Интересно, что ранние источники говорят о том, что воды этого источника Девы Марии послужили средством такого своего рода ордалии, то есть испытание невиновности Девы Марии того, что она родила Спасителя действием Святого Духа, а не благодаря какой-то человеческой измене, которую она совершила по отношению к своему мужу, правильному Иосифу. Прото-евангелие Иакова повествует о том, как Захария напояет правильного Иосифа и Марию в воду из этого источника и затем поселяет их в своем доме для того, чтобы дождаться того, какое именно действие окажет на них эта вода и, судя по этому действию, уже определить, виновны они или нет. Ну, как мы знаем из этого текста, они оказываются совершенно невиновны, что убеждает правильного Захарию в том, что рождаемое в Деве Марии воистине есть действие благодати Святого Духа. Это, конечно, такое достаточно уже позднее предание, в котором отразилась традиция совершения вот этих испытаний, или, как они назывались, ордали, предписанные еще в Ветхом Завете, в книге чисел и затем также получившее свое очень такое подробное описание в Таламудической книге Сота, посвященное испытанию таких неверных жен. Это та самая вода ревности, о которой говорится в Священном Писании, когда муж, который ревновал свою жену и подозревал ее в супружеской неверности, приводил ее к специальным воротам у Ветхозаветного храма, и там священник давал ей горькую воду, воду обличения, в которую добавлял прах, взятый им с пола скини и святилища. После этого, если женщина была виновата, то через какое-то время ее чрево должно было опухнуть, а Олона опасть, и вот таким внешним, ясновидимым для всех признаком обличалось ее супружеское прелюбодейное прошлое. И подтверждалась та ревность, с которой вооружался на нее ее обманутый муж. Вот в этом сказании достаточно раннехристианском, но все-таки уже отдаленном от реалии Ветхого Завета оказались смешаны воды источника Девы Марии и та самая горькая вода обличения, вода клятвы, которой когда-то поил первосвященник подозреваемых в неверности жен. Более поздние паломники, в том числе и выходцы из России, такие как и Родя Конзасим или купец Василий Гагара, говорят просто о том, что в их времена вода этого источника использовалась для того, чтобы выяснить, девица ли вступает христианка в брак или нет. И, как пишет русский паломник XV века, если выпьет этой воды, будучи нечиста в своем детстве, то Род ее обмечет золотухой, то есть вызовет какие-то аллергические реакции. И это являлось как раз-таки результатом этой практики Ордали, по которому узнавали то, что невеста не являлась девицей при своем вступлении в брак. Ну, в более позднее время такая практика, по крайней мере, неизвестна и не сохранилась. А источник Дева Марии почитался как место, ну, во-первых, где произошла по некоторым преданиям встреча Девы Марии и праведные или советы жены Захарии и матери Ана-Предтечи, которая вышла для того, чтобы приветствовать свою возлюбленную родственницу, так же, как она, носящую великого праведника во своем чреве. По многим местным преданиям эта встреча произошла именно здесь. У источника по другим же преданиям Дева Мария ходила на этот источник за водой в продолжение того времени, пока жила в доме своей родственницы или советы, ну, и, соответственно, пророка Божия Захарии. Ну, это вполне очевидно, да, и, собственно, источник был по всей вероятности один такой полноводный на весь этот поселок, хотя раскопки, проведенные на месте монастыря посещения, монастыря встречи, обнаружили там также небольшой колодец еще ханаанских времен. Для того, чтобы попасть в монастырь посещения, монастырь встречи, нужно от источника подняться в гору по такой специально проложенной по ней дороге. Однако монастырь посещения это не единственное место. Буквально весь путь от источника до этого монастыря заполнен другими монастырями, которые, правда, в основном закрыты для посещения. Буквально у самого источника расположена монастырская община в честь святого Винсента де Поль. Это парижский священник XVI века, который очень заботился о нравственном состоянии духовенства, заботился о бедных и вот такими своими добродетелями прославился. Так что в конце XVIII века, буквально уже накануне французской революции, был прославлен в лике святых и в честь него была основана специальная конгрегация, особый орден католической церкви, который ставил своей задачей как раз-таки распространение просвещения, благочестия и заботу о всевозможных таких немощных людях. Сейчас это община святого Винсента де Поль. Здесь военкарм занимается тем, что заботится о больных детях, об инвалидах и содержит вот такой вот дом, где несет социальное служение. По этим причинам, естественно, конечно, монастырь этот не является открытым для посещения, поскольку больные, которые там содержатся, нуждаются в покое. Другим католическим монастырем и, кстати говоря, обычно его ворота достаточно часто бывают открыты. Когда поднимаешься к монастырю, посещение является монастырь сестер Розария. Это единственный орден католической церкви, который был основан в Палестине и уроженцем, вернее, уроженкой Палестины. И основательницей его в XIX веке явилась монахиня, арабоязычная христианка, родители которой жили именно вот в этом селении Инкаром, звали ее Мария Альфонсина Гатти, и она была очень такой большой любительницей, почитательницей той традиции, которая отдаленно близка нашей традиции творения Иисусовой молитвы. Это обычаи чтения молитв по так называемому Розарию. Розари – это такие католические четки, которые часто можно видеть в разных католических лавках и у католических священнослужителей. Чтение Розария отличается от чтения Иисусовой молитвы. Там другой набор молитв, и во многом этот чин посвящен именно Деве Марии, которая по преданию являлась и Марии Альфонсине Гатти. Ну, за истинность этого явления и видения мы, конечно, поручиться никак не можем. Тем не менее, Мария Альфонсина жила такой скромной, монашеской, достаточно благочестивой жизнью, соборала вокруг себя достаточно большое количество других любительниц и почитательницей молитвы по вот этим четком Розарию, и даже сподобилась того, что ее усилиями был создан вот такой вот орден сестер Розария, а сама она была, что называется, биотифицирована, то есть прославлена в лике блаженных Рима католической церковью. Нынешний монастырь, нынешняя община военкаром расположена в доме родителей Марии Альфонсины, где она когда-то и скончалась. Сейчас, надо сказать, там расположен и такой довольно живописный, странно-приемный дом, где просто можно снять вполне приличный номер, ну, надо сказать, за не такие уж скромные пожертвования в честь этого сейчас такого, ну, не самого, прямо скажем, крупного монастыря. Итак, миновав этот монастырь сестер Розария мы поднимаемся выше и оказываемся в древнем, наверное, может быть, самом древнем монастыре Энкаром, который сейчас также находится в руках католиков и который именуется монастырем встречи или монастырем посещения. Здесь, по преданию, был дом, в котором правильная Лисовета принимала Южику, свою родственницу, свою причистую Деву Марию. Паломник XV века Феликс Фабри объясняет то, что в одном селении находилось сразу два дома, принадлежавших Захарии священнику тем, что Захарий был достаточно богат и что в то время, когда мужчины после Рождества Анны Предтечи продолжали находиться в нижнем доме, в основной усадьбе, мать Анны Предтечи Праведной Лисовета и во время беременности и после родов находилась вот в этом верхнем или, как его иногда называют, таком летнем доме, куда доступ к ней был ограничен, по крайней мере, для мужчин, для того, чтобы они не оскорнились с прикосновением к Роженице. Вот такое объяснение дает ученый, швейцарский монах и паломник XV века Феликс Фабри. А другие многочисленные паломники говорят о месте, где родился и где воспитывался Анна Предтеча начиная с VI века и некоторые из них достаточно точно указывают именно это место и также говорят о том, что мест действительно было два. И в IX веке, и в VII веке содержится указание на то, что здесь, на этом месте, совершалось особенное торжественное празднование, куда приходило духовенство и паломники из Иерусалима, совершая вот такой торжественный крестный ход для празднования на этом самом месте событий, связанных с Рождеством Иоанна Предтеча и встречи двух праведных жен Иерисовета и Пречистой Богородицы Девы Марии. Вплоть до XIV века этот монастырь находится в руках православных христиан, однако со временем все больше и больше приходит в упадок, его постигает та же судьба, что и Нижний монастырь Рождества и Анна Предтеча, его захватывают сарацины, какое-то время в XIII-XV веках он находится в руках армян, до этого в нем подвязываются православные грузины в XII веке, а затем вплоть до того, как францисканцы в XVII веке сумели это место выкупить, здесь находились все те же арабские, мусульманские стойла, конюшни, муларни и прочие хозяйственные постройки. В самой церкви жила какая-то мусульманская чета, которая весьма неохотно и за большую мзду допускала паломников до поклонения этому святому месту. Монастырь, который был здесь построен уже в конце XIX и в начале XX века для того, чтобы отличаться от другого расположенного в этом же селении монастыря в честь Анны Предтечи, который, как мы знаем, называется «Монастырем в горах», стал называться «Монастырем в лесах». Действительно, склоны этой горы были здесь и там покрыты характерным для этих мест таким хвойным лесом. В том, чтобы это место приобрело нынешний свой вид, большое участие принял знаменитый францисканский, итальянский архитектор Антонио Барлуци. И вот благодаря его усилиям этот монастырь и был украшен и восстановлен в том достаточно благолепном виде, в котором он находится сейчас. Наиболее посещаемая и почитаемая его часть – это нижний храм, расположенный в таком пещерном пространстве. Здесь сохранился и колодец, который именуют колодцы Анны Предтечи и кусок камня, на котором написано то апокрифическое обращение к горе, к камню, с которым когда-то обратилась к окружавшим ее скалам святая Елизавета, когда спасалась со своим малолетним сыном Анном Предтечи от подосланных иродом убийц. Убегая от них, она столкнулась с каменной стеной и обратилась к ней со словами «Гора, гора, укрой матерь с сыном». По преданию гора расступилась и дала правильное для Совета пристанище, где она какое-то время, пока Анна Предтечи пребывал совсем еще в младенчестве, растила и воспитывала его сохраняемой силой и промышлением Божиими и затем приставилась, после чего Анна Предтечи уже возрастал как такой пустынник с детства, пищей которого были, как мы знаем, акриды и дикий мед, а подлинным хлебом являлось Слово Божие, которым воспитывался он и взращивал свою душу, готовясь к тому подвигу, который его ожидал в будущем. Итак, в этом монастыре посещения соединены как бы вот сразу несколько таких воспоминаний. Это и монастырь, посвященный встрече Елисаветы и Престой Богородицы, и поэтому здесь на стенах дворика, который окружает собой монастырские постройки, воспроизведена также на нескольких языках знаменитая песня, которую католики называют Магнификант «Величит душа моя Господа». Так называем ее мы в просторечии «Честнейшая» та самая песня Пресвятой Богородицы, известная нам по стихам из Евангелия от Луки «Величит душа моя Господа и возрадовайся дух мой обозе мою». Здесь она естественно приводится без характерного припева «Честнейшую Херувим», просто сами легшие в основу этой песни евангельские строки. И обычно паломники, которые посещают это место, они отказывают себе в том, чтобы в этом нижнем храме, который чаще всего пустует и открыт для посетителей, исполнить уж как могут, как умеют, спеть от души, от сердца вот эту прекрасную, возвышенную, чудную песню Пресвятой Богородицы «Величит душа моя Господа», «Честнейшую Херувим». Выше над этим нижним храмом расположен уже не пещерный, а такой верхний храм, также в честь Пресвятой Богородицы, украшенный, кстати говоря, весьма примечательными росписями, которые прославляют и утверждают догмат о почитании Девы Марии. Здесь и воспоминания собора Вселенского Второго, на котором был осужден историй, здесь и знаменитое сражение при Лепанте в 1571 году, когда по молитвам Пресвятой Богородицы соединенный флот Италии и Испании впервые разгромил считавшуюся до того непобедимую турецкую эскадру, здесь и житие католического святого Дунца Скотта, который, защищая свою диссертацию, посвященную Деве Марии, получил подтверждение истинности своих слов благодаря тому, что статуя склонилась подтверждая его учения и его слова. Но это такие католические сюжеты, среди них интересно то, что в одной из групп людей, изображенных на этих росписях, можно видеть лицо и такое достаточно редкое портретное изображение самого Антонио Барлуци, который вплоть до 1955 года продолжал заботиться о восстановлении этого монастыря. Также внесли свой вклад впервые, наверное, в росписи христианского храма и некоторые деятели Еврейской Академии Художеств Бицалель, оставившие здесь также свои росписи, но, конечно, ничего кроме смущения, как правило, по крайней мере, у православных посетителей этого места они не оставляют качество своей живописи и тем, как на них постарались изобразить какие-то христианские мотивы представители еврейской творческой интеллигенции. Вот, собственно, вкратце это небольшой вот этот монастырь в честь посещения Девой Марии праведной Елисаветы и также, как мы видим, здесь с воспоминанием этого события соединено и воспоминания о том, как праведная Елисавета пыталась скрыться со своим сыном Анной Претечей в недоступных для гонителей местах. На самом деле есть еще одно весьма любопытное место, которое расположено буквально неподалеку также от Инкарм в его самых ближайших окрестностях и которое как раз таки считается тем самым местом, где когда-то скрывались праведные Елисаветы и Анна Претечи и где произошли, проходили первые годы возрастания, и Анна Претечи. Но об этом месте мы поговорим уже несколько позже. А на сегодня закончим наш такой осмотр достопримечательностей Инкарема и таким образом покончим с теми католическими монастырями и общинами, которые составляют большинство в той религиозной картине, которое сохранилось в этом замечательном месте. Ну, а на этом поздравим наших зрителей с праздником Рождества и Анны Претечи и продолжим нашу беседу и наш рассказ, в котором речь пойдет уже о православных обителях Инкарем в следующий раз. Всего вам доброго, с праздником Рождества и Анны Претечи. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Рождества